Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Доброе утро. Восточные 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14. Температура ночи минус 1, плюс 1. А днем 10-12 градусов тепла. И эксперт агентства стратегических инициатив. Зовут этого активного и целеустремленного молодого человека Давлет Мамхягов. Он представил проект «Единая торговая онлайн-площадка КЧР Маркет». Он направлен на создание регионального маркетплейса для малого и среднего предпринимательства. И в эти минуты в нашей студии Давлет Мамхягов более подробно расскажет о своем проекте моей соведущей Белли Джазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Давлет. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время, пришел сегодня к нам в гости. И, конечно, я сразу хочу поздравить тебя, что ты тоже стал одним из победителей проекта главы Карачаева Черкесии «Кадровый резерв». Мне бы хотелось узнать, на что направлен твой проект и в чем его основная суть? Вообще сам проект называется «Единая торговая онлайн-площадка КЧР Маркет». По сути, это является как таковым региональным маркетплейсом, который нацелен на то, чтобы объединить на одной площадке местных предпринимателей, то есть региональных, и непосредственно потенциальных покупателей, то есть жителей Карача Черкесской Республики. В чем суть? На одной площадке каждый предприниматель может зарегистрировать свой бизнес, непосредственно уже выложить свой товар, и покупатели могут зайти на эту площадку, видеть весь ассортимент, все предложения всех предпринимателей и уже делать выбор в пользу кого из них либо. О каком товаре идет речь? О любом? Товар, в принципе, там могут быть разные категории, там могут быть какие-то продукты питания, может быть это какие-то одежда, какие-либо дополнительные аксессуары, может быть это также бытовая техника, то есть неограниченные товары, все, что разрешено законом Российской Федерации. Ну а ты по образованию экономиста почему-то на эту тему замахнулся? Ну у меня несколько образований, одно из них как раз прикладная информатика в экономике и управлении, то есть там и IT направление идет, и как раз и экономика тоже. А как реализуется сейчас, на данном этапе твой проект? На данном этапе реализация уже идет продолжительное время, то есть еще до финала я уже начинал это все реализовывать. На сегодняшний день сама платформа в принципе она уже готова, мы сейчас проходим в тестовом режиме, все нюансы, так сказать, добавляем новые какие-либо функции, или если что-то посчитаем лишним, то наоборот опять-таки убираем. И я так думаю, в ближайшее время, может быть до конца года мы уже запустим этот проект на территории нашего региона, и уже это будет действовать как бы во благо населения и самой республики. Я в этом не сомневаюсь. Что касается твоей работы, ты работаешь сразу в нескольких местах, ты преподаватель, ты руководитель общественной организации «Адьюх». Вот в этом проекте твоя работа помогала тебе? В любом случае да, потому что и педагогическая деятельность, и руководящая должность, в любом случае это все влияет на те компетенции, которым обладаю. И, в принципе, при общении с другими людьми, при создании команды для работы над данным проектом, над торговой площадкой, эти все нюансы, этот весь опыт, который был уже до того, но это все пригодилось мне. Мне остается пожелать тебе удачи. Я знаю, что ты парень очень целеустремленный, и у тебя все получится. Я благодарю тебя за участие в нашей программе. Спасибо тебе. Спасибо вам. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Черкесская редакция» в 14.30 «Вести» с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Новый информационный день продолжает. Новый информационный день продолжает. Новый информационный день продолжает. Новыйihat Продолжение следует...